Всем привет! Я в восторге от того, что происходит сейчас на этой картинке. И впитываю всё в себя, потому что это будет только один раз. Я сейчас в отеле Brown's, это самый старый отель в Лондоне. И я сказала себе и Жанне, своей подруге, что если мой следующий большой проект будет успехом, я приеду сюда, я сниму себе здесь номер на выходные, и я буду сидеть в этом номере и праздновать. Но помимо прекрасных отелей Лондона, я хотела поделиться с вами своими фаворитами сентября. И все они связаны с моим образом жизни, с моими разъездами постоянными, они все как-то скомбинировались. И с общением с другими людьми, от которых я тоже впитываю их какие-то привычки, их фавориты. И начну я как раз с того, что я переняла от другого человека, это Ира Толки, главный редактор Glamour.ru. И мы с Ирой поехали вместе на Калзедония пресс-тур в Верону. И как-то так получилось, что с первого же вечера я спала у Иры в её номере и жила там. И это, конечно, смешно. То есть я общалась с достаточно большим количеством бьюти-блогеров. Я заходила к ним в номера, видела их в ванной. Это высший. Это какой-то уже экстра уровень. Уровень подготовленности, переподготовленности, упаковки и переупаковки. Сколько у неё было нарядов, сколько у неё было косметики. Но самое почему-то из всего, что было у Иры с собой, меня больше всего поразила свечка. Я почему-то была уверена, что свечи не разрешены в отелях. Наверное, мне почему-то казалось, что вот этот дымок, который идёт от свечи, это то же самое, что дым от сигареты, которого сигнализация включится. Но Ира, кстати, по-моему, даже не использовала свою свечу. Она просто открыла её, и всё равно идёт аромат. Так или иначе, но вчера было положено начало этой свечи. Оно было положено не мной, потому что я бы ни за что, за 30 минут до сна не стала жечь свечу. Потому что ей нужно дать хотя бы час-полтора. One on one, как жечь свечу. Самое первое прожжение свечи, самый первый раз, когда вы зажигаете, это не должно быть 10-15 минут, потому что всё вот это должно быть равномерно прожжено, чтобы не было вот это. Всё, это испорченная свеча. Но пахнет она всё равно божественно. Но суть в том, что да, свечу нужно прожжигать с умом. Целое искусство. Это аромат секвоя. Не знаю, как пахнет секвоя, но свеча пахнет очень вкусно. И это мне добавляет, во-первых, вот этого домашнего уюта в отелях. Потому что, когда ты каждые 2-3 дня в самолёте и в новом отеле, иногда, ну, помимо банального физического одиночества, которое банально не всегда можно восполнить, тот факт, что ты чувствуешь себя плюс-минус как дома, он помогает. И вот такие маленькие вещи, как свечи, они правда добавляют вот этого уюта. Ставлю на рабочий стол, когда я работаю, на компьютере, на прикроватный столик, когда засыпаю и просыпаюсь. И автоматически просто становится уютнее. Следующий пункт также связан с путешествиями, просто с жизнью on the go, как я люблю говорить. С сегодняшнего дня это мудборды на ходу. У меня всегда с собой стандартный набор блокнотов, всегда их 3. Самый мелкий это Smithson, подарок Маше Фикса. И это мой блокнот, где проекты, где всё, что там связано с какими-то финансами, плюс-минус, что можно хранить в блокноте. Sticker Vibes здесь тоже, какие-то планы, зарисовки есть. Про блог, про YouTube, всё это у меня здесь. То есть такой, можно сказать, рабочий структурированный блокнот у меня здесь. И, например, я сейчас летела из Москвы в Лондон, когда в журнале была картинка, которая меня вдохновила на сознание одного блокпоста. Я её скотчем сюда приклеила и написала рядом, что за пост хочу сделать, чтобы не забыть. Дальше мой ежедневник. Здесь у меня мои рабочие экземпляры стикеров. На случай подарка или на случай, если мне нужно будет ежедневник приклеить стикер. Это ежедневник. Здесь у меня только мои перемещения, и это то, что держит меня в покое и равновесии, потому что, мне кажется, я от каждого человека слышу, от каждого человека в своей жизни, что я уже не знаю, где ты. Я не знаю, где ты, когда, и как ты передвигаешься. Ребят, я тоже. Она знает. Я не знаю. Я просто передвигаюсь, как она мне говорит. Я просто следую за ежедневник. И, наконец, такой не самый, может быть, симпатичный блокнот, но внутри пустые белые страницы, что идеально. Здесь у меня уже все, что связано с проектами. Это, например, уже те мудборды, которые я буду дизайнеру показывать, когда мы над чем-то работаем. Мудборды — это все равно человеку творческому, это то, что помогает структурировать твою визуальную здесь картинку. Дальше. Одноразовая камера. С самого детства у меня всегда была пленочная камера от Соски и Зенит. Я фотографировала на него, наверное, лет до 16. А потом я просто перешла на одноразовые камеры, особенно сейчас, когда путешествуешь, у меня всегда есть с собой камера. Я обожаю фотографировать на нее, и она у меня всегда под рукой. И если я, скажем, забыла камеру взять в путешествие, в каждом городе и мире можно купить просто либо вот этих сувенирных магазинов, не сувенирных, а где там покупаются симки, жвачка, там часто бывают камеры, либо в аптеках, либо в магазинах, где продаются, собственно, камеры и все остальные. Там можно вот этих малышек покупать, и они не очень дорогие. Но зато потом, спустя сколько здесь кадров, со школы я всегда вот, собственно, с начальной класса поддавала все на восстание один, потому что как-то там все делают нормально, за один день присылают тебе на почту, то есть дают тебе снимки в руки, и все хорошо. И, кстати, это классный подарок. Это мой самый любимый подарок, наряду с чаем и, не знаю, с носками. Я люблю дарить друзьям одноразовую камеру. В последний раз я как раз подарила Арсению, своему другу-фотографу, одноразовую камеру. Сказала открыть меня в Умстердаль. Следующие два пункта про внешний вид. Первый — это макияж, который я люблю делать в последнее время. Он такой, знаете, дни делятся на два типа. Дни, когда я целуюсь, и дни, когда я делаю этот макияж. Потому что будем откровенными, дни, когда ты потенциально с кем-то будешь целоваться, ты вряд ли будешь что-то подобное делать, потому что все это благополучно окажется на других губах. Но этот макияж я очень люблю, и, в частности, была вдохновлена Арсением. Он сделал съемку, это, наверное, одна из моих любимых фотографий, которые он сделал. И я просто люблю такое. Я люблю осознанную небрежность, когда она вот в какой-то одной детали проявляется. Так что вот этот эффект зацелованных губ, я не знаю, насколько этот тренд не тренд сейчас, но это определенный мой фаворит. И недавно я видела проект «Тримль», который называется «Я могу», в котором приняли участие Татарка, Кейка Ли и Таша Алакос. И в манифестах девушки говорят о том, как не бояться экспериментировать с макияжем, и как использовать его в зависимости от того, какое у тебя сегодня настроение. И это как раз то, о чем я всегда говорю, и то, как я вижу макияж, как я его использую. Вот какой сегодня я хочу быть? Сегодня я хочу быть немного небрежной. Хочу панк-рок сегодня, или хочу сделать максимально нежный образ в розовых тонах, сияющей кожей. И Риммой проводит сейчас конкурс ВКонтакте как раз для тех, кто хочет выразить себя. Так что выполняйте творческие задания, чтобы получить шанс выиграть фотосессию с девочками и набор косметики Риммой. И, собственно, сегодня макияж я сделала восьми продуктами, от начала до конца, от базы до ресниц. Тональный крем Insta-Flawless я использовала на все лицо. Чтобы скрыть синяки под глазами и красноту носа, я использовала консилер Hide the Blemish. На глаза я использовала палетку Magnifies. Я использовала четыре оттенка коричных, просто один за другим наслаиваю. И макияж в таких коричневатых шоколадных оттенках я люблю как раз делать осенью. Несмотря на то, что я использовала самые темные коричневые, все равно все осталось в нейтральных оттенках, и я не чувствую, что у меня будто перегружены глаза. Далее немного бронзера использовала в качестве румян и, собственно, небольшой скульптуры. Клэй-карандаш и гель для бровей. И, наконец, два козыря. Это помада и тушь. Помада The Only One Matte Lipstick в оттенке 810. The Matte Factor. Это такой более глубокий красный, вишневый даже, я бы сказала. И я всегда это делаю по-разному. Самый простой способ — это нанести сначала на центр, вот максимально прям нарочито все в центре концентрировать, и дальше пальцем растушевать все к краям. И затем я беру ватную палочку и уже растушевываю достаточно филигранно за края. И даже, чтобы неряшливо выглядеть, все равно нужно постараться, чтобы не увидел, что ты вот так случайно прошлась по своей помаде. И, наконец, на ресницы я нанесла достаточно щедрый слой туши Volume Shake. И я обожаю всегда нововведения в косметике. Эту тушь нужно трясти. Вся ее суть в том, что ее нужно сначала трясти. Как бармен трясешь тушь. И, сосредотачиваясь на корнях, я нанесла один слой, чтобы вытереть глаза, чтобы ресницы были яркими и четкими. Следующий пункт, связанный с внешним видом, это надевать свои лучшие вещи в самый обычный день. Например, сегодня, не сказать, что это очень обычный день, и что я в очень обычном месте. Я надела свою лучшую юбку с перьями в невероятном морском зеленом цвете, свою новую куртку, свою любимую шелковую рубашку. Ну, этот шарф, он всегда на мне. Это не меняется, но он все равно мой лучший и единственный. Я люблю быть немного экстра в обычные дни, не бояться надевать слишком яркие вещи, слишком праздничные вещи, потому что, в конце концов, это вещи. И если ты купила красивое платье, ты же, наверное, не просто так его купила, тебе оно очень понравилось, тебе понравилось, как ты в нем выглядишь, себя чувствуешь, и почему бы не носить его чуть ли не каждый день, потому что просто тебе оно нравится. Поэтому не бойтесь носить свои лучшие, самые красивые вещи, которые вас заставляют улыбнуться и еще лучше почувствовать себя в своем теле. И, наконец, последний пункт в моем списке — это звонить или писать, или наговаривать сообщения, видеосообщения кому-нибудь каждый день и рассказывать, как прошел твой день. Потому что каждый день что-нибудь происходит смешное, нелепое, грустное, невероятно крутое, что угодно происходит каждый день в жизни. Что мне хочется поделиться? Это может быть какая-нибудь история, связанная с отношениями, скажем, я Насте Волковой что-нибудь наговорю. Насте вообще отдельная категория идет истории всегда, и отдельная категория просьб о совете. Ну, как бы... Хочется рассказать что-то такое романтичное, невероятно. Я рассказываю Маше Фикс. Что-то рука-лицо я своей подруге Сони Коловской напишу, потому что вот у нас обычно такая переписка, что ты, блин, не поверишь, что сегодня произошло. Если я думаю о чем-то очень масштабном, связанном с моим будущим, жизнью, чем-то таким более уже важным, серьезным, я маме напишу. И это то, что я раньше никогда не делала, и только начала каждый день кому-то звонить, кому-то писать, и просто делиться своим днем. Это и мне всегда настроение повышало, и всегда приятно поговорить с близким человеком. Особенно, когда ты на расстоянии от дома, от друзей, и тебе может быть одиноко, мне может быть одиноко. В новом городе, даже если это город Лондон, и у меня здесь есть тоже друзья, и я себя не чувствую здесь как какой-то потеряшкой, все равно это не дом, где все твои корни, вся твоя одежда, твой просто комфорт. Поэтому, если вам одиноко, или вы по кому-нибудь скучаете, поддерживайте с ними связь, созванивайте с ними видео, сообщения, что угодно, потому что это и делает отношения крепче, держит в курсе всех событий одну и другую сторону. Даже несмотря на то, что это не физический контакт, все равно это контакт, и это общение, и это всегда идет на пользу. Поэтому, да, это все мои фавориты. Как всегда, я надеюсь, что вам понравилось это видео, оно было вам полезным, или просто заставилося улыбнуться, что угодно, расслабило вас на 5 секунд, заставило вам компанию, пока вы убирались, или пока вы обедали. Что бы это ни было, я рада, что вы провели эти 10, 15, 20 минут со мной, и увидимся с вами очень скоро. Goodbye. Я люблю нарочно... 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 Я люблю такую нарочитую. Я люблю осознанную. Я люблю осознанную небрежность.